Всем привет! С вами я, Маша, и сегодня мы начинаем делать наш супердомик для пони. Нам понадобятся ножницы, коробка, белый квадрат, если у кого-то такая штука, что можно выразить? Ну и какие-либо карандаши, чтобы раскрасить наш домик. Первым делом мы возьмем ножницы. С помощью них мы вырежем одно окошко. Да, примерно вот такое. И сейчас нам как раз и понадобится этот белый квадрат. Мы примерно отмеряем размер нашего квадрата. И вырезаем примерно такой вот. Получается вот такой квадратик. Сейчас нам нужно сложить его пополам. И сейчас нам понадобятся карандаши, там разные ручки. И нам нужно нарисовать такие шторки, примерно вот такие, да? Главное, чтобы открывающаяся сторона на ней не рисовать. Вот именно вот здесь. У меня получилось вот такое художество. Сейчас это нужно вырезать. И вот у нас вот это получилось. Если это развернуть, то у нас получится вот такая шторка. Пойдем мы точно то же самое второй раз. Вырезаем такой же квадратик. Складываем его пополам. Берем нашу прошлую шторку. Складываем ее тоже пополам. Перекладываем ее к этому квадрату. И обрисовываем по контуру. И снова мы вырезаем. Вот что у нас получилось. Получились такие шторки. Если они у вас немного неровные или чем-то отличаются, то вам стоит их подрезать. Или же вы можете оставить это так. Но я подрежу. Я чуть-чуть подровняла. И я думаю, что вот это будет смотреться немного помелее. Сейчас мы берем то, что может быть не у каждого. Вы можете либо просто взять клей. Положить коробку вот так. И приклеить это к своему окошку. Но те, у кого есть такая вот тянучка, проведем одни действия. Возьмем ножницы и разрежем ее пополам. Получается вот такая вещулька. Проделаем ножницами две дырки. И просунем туда. Нашу висюрку, как я ее назвала. После того, как мы ее просунули. Берем наши шторки. Аккуратно проделываем дырочку. На первом и на втором. Получается примерно вот так. Берем вторую шторку. Получается примерно вот так. И мы просунули в другую дырочку. Хорошо затягиваем. Вот так. И просунули наши шторки вон туда. Крепко завязываем внутри коробки. Наши агноды делаем в случае того, если вы хотите оставить шторки белыми. Если же нет, берите свои волшебные ломастеры, ломастеры, ручки, карандаши, что угодно. И начинайте их раскрашивать. Я нарисую два цветочка. Получилось довольно красиво. Но они опять сюда вытолкнулись. Я думаю, что это можно либо оставить так, либо получилось довольно красиво, будто бы раздвинутые шторки. Давайте продолжим. Остаются вопросы, такие как «Как же нам сделать дверь?» Это же невозможно. Это очень легко. Выбираем самое удобное место, так сказать. Сейчас посмотрим. Сейчас я подумаю, это место. Или вот это место. Я решила, это будет вот это место. Здесь у нас будут окна, только уже без штор. Ну, кто туда может заглянуть, верно? Тем более, для красоты это сойдет. Нам понадобятся ножницы. Раскрываем их и прорезаем примерно вот такой вход для вашей пони. Именно не вход, а линию. Как мы видим, мы прорезали эту линию. Теперь мы начинаем прорезать вот так. Лучше не до конца, потому что у вас просто порвется. И вот так. Так,